здравствуйте друзья не хочется говорить добрый вечер потому что всего 5 часов дня и как бы вроде светло еще совсем но неделя закончилась я двигаюсь домой двигаюсь с работы у нас там сегодня встреча мы в гости идем а после гостей мы с вами встречаемся в прямой трансляции на ю тубе и я вот думаю о том что такое отпуск потому что у нас это как-то странные формы принимает школа как учебное заведение два раза в году уходит на каникул вот сейчас была неделя в связи с 4 июля соответственно 5 рабочих дней плюс там спереди сзади по два выходных то можно сказать что 9 дней есть еще неделька под новый год обычно это числа 23 мы на уже как бы не работаем соответственно до конца месяца ну плюс первое а второго уже выходим то есть там что-нибудь такое дней 10 даже получается уже не знаю как там выходные лягут это отдельный разговор вот и так в принципе у нас что сотрудники что как бы мы со светланы если нужно куда-то там отлучиться на недельку не вопрос то есть мы всегда друг друга там подменим и никаких таких проблем у нас нет то есть на самом деле график более чем либеральный такой но получается вот что значит если никуда не уехать то вроде как и в отпуске не был понимаете как интересно то есть мы побыли пару дней на даче там с гостями потусовались сходили в гости туда в гости сюда но но это можно и как бы и в рабочую неделю в принципе ну в общем как-то странно это все я прихожу к мысли что отпуск без того чтобы куда-то отъехать совсем даже не воспринимается как отпуск хотя безусловно можно собой заняться то можно сходить на массаж хотя и так тоже сходишь на массаж но просто так ты должен быть выбрать а так вроде времени полно пошел туда пошел сюда я постригся друзья до нашел время постричься ой вообще конечно состояние такого отдыха не столько может быть физического сколько морального есть да то есть вроде мозги переключились на что-то другое но тем не менее вчера я ехал в офис надо было дать референсы там кончилось тем что я не просто там дал эти референсы а наверное человеком пяти или шести сразу так вот интересно получилось знать как за пару дней рабочих накопилось люди эту работу ищут хоть мы на каникулы хоть что референс накапливается сегодня я не собирался приходить в офис честно говоря но тут позвонила девушка из флориды и говорит мне в понедельник на работу выходить а вот надо срочно там значит референсы ой мам родная ночью короче я начал там собирать ее там кто там у нее референсы и мы съехались в офис сайте почему мы съехались в офис чтобы звонить со школьного телефона чтобы было видно на определители номера что мы не какие-нибудь а прямо вот вот с этой самой портном компьютерского вот с телефона звоним да и в общем далее референсы вот специально сегодня съехались потому что человек в такой критической обстановке то есть знать как врачи там вроде он отдыхает а как телефон зазвонил сорвался и побежал я помню вот так доктора виноградского бориса из кремландо я его интервьюровал на skype и он видит одну секундочку там сейчас звонок я остановил запись он там поговорил поговорила говорит но мне готов через 10 минут выбегать там кого-то привезли нужно срочно там я буду давай значит мы за 10 минут закончили наш разговор и все я это вырезал не видно в в интервью этого не было видно вот я так иногда себя чувствую в таком же режиме вот а с другой стороны лето а не только лето а даже вот новый год кстати что лет что новый год далеко не такое время когда хочется куда-то ехать вот вот допустим на 4 июля особенно потому что все куда-то едут на дорогах машин много если тебе нужен там отель модель там какие-то вот эти аккомодейшнс тоже проблема билеты на самолеты надо заказывать за бог знает сколько ночью какая-то ерунда получается то есть не то время чтобы ездить под тем более у нас же нет детей с которым мы едем правильно нам нам то сейчас зачем когда дети дети в школу ходят и летом их вывозят это понятно но там ничего но сейчас поедешь куда-нибудь а там как раз все с детьми вот так что я свете говорю давай света куда-нибудь поедем вот она говорит куда же мы миша поедем если у нас три стройки одновременно сейчас ну из этих трех строек одна быстро закончится через пару недель там мы ремонтируем наш кондо и надо его сдать вот это быстро очень произойдет но другие два объекта серьезные значит один это выступал аута там гараж будет переделываться в жилое помещение тоже официально там со всеми опроволами там и так далее там не бог весит сколько работа но все равно это работа вот и второй и потом его сдать надо гараж то нет это уже будет жилой такой юнит его надо будет сдать ну вот и второй этот дом среди были которые там ну это уже серьезная переделка вот это в лучшем случае за полгода это произойдет хотя я сильно сомневаюсь про полгода представляю себе объем работ там и всяких этих дел и говорит мне светлана куда же мы поедем так ближайшие полгода давайте как она зовут в разные места да вот вашингтон dc приглашают а мы надо сказать там никогда и не были потому что на сайбате чё там делать ну вот да а тут нам вот такую программу там уже придумать конечно хорошо что есть санта-круз хорошо что вас там не с домишком и можно на выходные туда сорваться вы не представляете как здорово там сейчас потому что вот тут зной вы себе представить и не может какая какая жара градусник у меня нет я вам так не скажу вы можете в конце концов пойти там на интернете посмотреть но я вам хочу сказать что очень жарко можно сказать что даже немножко необычно жарко даже для летнего времени вот машине я сижу кондиционер так вроде ничего в офисе сейчас был там тоже ничего обычно да вот а дома если кондиционер не включить так уже значит уже плохо вот а санта-крузи там прохладный ветерок там такая лафа может действительно махнуть завтра да в общем если будет жарко поедем поедем уже в жаре ничего не хочется найти ну куда пойдешь в жару под кондиционер вот видите люди с работы едут так они все у них на планы творческие на озеро на океан тут какой-нибудь винодельню на дегустацию много виноделин и всюду дегустируют в калифорнии вино это как сказать вот даже не знаю с чем сравнить вот как этот в пить или пить да вот у нас так вино пьют самозабвенно изящно так сказать оттопыривая пальчик так красненькая беленькая знаете чего здесь мало друзья здесь мало мускатов мускатных вин то есть они всюду есть но по чуть-чуть так знаете бутикова делают там несколько ящиков ну десятка ящик мало мало мускатных вин американцы может не пьют сладкое даже не знаю чё так вот а я очень люблю мускаты хотя нельзя сахара многое все но но любить то можно правильно любить можно а пить нельзя я не пью да почему то когда все можно было вот это обидно знаете когда можно было все не было реально ничего и даже я извиняюсь было время нам какая-нибудь сайра пропала вот сначала пропали шпроты и тогда витрины в магазинах заставляли сайрой потом пропала сайра чем там заставляли я не помню потом быть бычками в томате вот потом и бычки пропали там все пропадало потихоньку все что поставить на витрину все пропадало одно время помню треска пропала стали рекламировать по телевизору кстати это на что время стали рекламировать рыбу на татенью народ но западе вдруг народ видит реклама какая-то они естественно бегут покупать распробовали на татенью рыба хорошего и пропал на татенье им нельзя ничего рекламировать сразу пропадет в общем вот и вот такое время друзья прошла наша молодость когда всего хотелось и ничего не было да как это еще в москве это еще в москве и куда стекались люди со всей страны значит там за едой в частности такие дела а сейчас все есть и даже деньги есть а вот давайте а нельзя нельзя плюс жарко посмотреть плюс жарко какие остаются радости остаются радости в виде общения с нашими зрителями вот в 11 часов то есть ровно через шесть часов выйду я на большую интернет дорогу да из дома мы сегодня не поедем никуда у нас завтра есть дела некоторые тут на местности поэтому отсюда выйду через шесть часов в эфир мы с вами поболтаем вот и там в два-три часа ночи пойду я спать и вот такая вот радость здесь я правда я я это без дураков действительно это очень очень приятно что есть люди которые собираются там несколько сотен в нашем эфире ну не не то что все там три-четыре часа но во всяком случае на наш эфир приходит где-то пару тысяч человек за время эфира кто сколько кто 10 минут кто полчаса кто два часа но пара тысяч человек приходит на наш прямой эфир приятно мне кстати вот марина могилка я когда с ней беседовал она говорит а что же ты делаешь когда там утро ты делай когда там вечер она тоже делает прямые трансляции и у марины больше народу собирается существенно больше она делает я не помню какой там день недели может быть четверг но вечером даже не знаю а вы скажите может быть действительно лучше на вечер перенести мне так вечером наверное сейчас я подумаю чтобы там было вечер у нас должно быть утро ой даже не знаю нет утром так утром я поработать надо это чтобы у вас был четверг вечер это у меня должно быть что там у вас впереди время меня должен быть четверг утра не ну это жалко такое время хорошие я все-таки работаю но можно 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 как-то спланировать можно выкрыть ничего страшного чем даже не знаю но привыкли мужик какое-то существенное время вот эти трансляции делаем я не помню честно сказать сколько их там у нас по времени может год а может быть и больше вот ну что же хорошо я почти приехал домой и пойду себе пойду себе видео сделаю а может поспать часов даже не знаю хочу не поспать про ты жарко так а вечером в гости пойду тем более трансляция может и поспать часов все в друзья пойду думать о будущем ближайшем и более отдаленным а вам счастливо и до встречи в прямом эфире если кто участвует